МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После долгого летнего перерыва хоккейный сезон в Беларуси стартовал. Традиционно открывает игровой год Кубок Руслана Салея. На предварительном этапе команды сыграли уже два тура. Металлург порадовал своих болельщиков, победив в Жлобине Динамо-Бобруйск 5-2. Хоккейный клуб Гомель стартовал на турнире с выездной победой над Брестом 6-0. Во втором туре «Огненные рыси» на своей площадке принимали хоккейный клуб Витебска. Столивары ездили в гости к Гродненскому Неману. В первом домашнем матче в нынешнем сезоне Гомелю достался не самый грозный соперник. Тем более, что в межсезонье состав Витебска серьезно видоизменился. Ребята просто не успели сыграться. И в первые 10 минут могло показаться, что игра будет для хозяев легкой прогулкой. Гомель наседал на ворота соперника. Защитники Витебска не успевали и часто удалялись. Первый звоночек прозвенел на шестой минуте, когда гости в меньшинстве поймали хозяев на контратаке и сумели убежать. Однако переиграть Игоря Брекуна Денис Грищенко не смог. Все-таки Гомель дожал. На десятой минуте в большинстве Антон Пульвер пасом нашел возле чужих ворот Евгения Соломонова, который открыл счет. Во второй половине периода Витебск немного выровнял игру и стал чаще ходить в атаку. На шестнадцатой минуте первого периода за снос убегавшего к воротам Брекуна Александра Кугалева судья назначил булит. Победа в этой дуэли осталась за игроком команды гостей. Под занавес первой двадцати минутки Витебск повел в счете. Большинство реализовал Никита Кардашов. В середине второго периода Витебск мог увеличить преимущество, однако Владислав Журавлев не смог реализовать булит. И тут сработал спортивный принцип «не забиваешь ты, забивают тебе». Спустя минуту, когда гости были в меньшинстве, Павел Мусиенко вовремя подставил клюшку и сравнял счет. 2-2. А через несколько минут Мусиенко оформил дубль. И опять Гомель был в большинстве. Концовка периода осталась за Витебском. Удалением в составе «Рыси» воспользовался Дмитрий Лихачев. 3-3. В третьем периоде Гомель сумел собраться и довести матч до победы. Сначала Николай Суслов воспользовался ошибкой защитников. Закрепил успех Евгений Соломонов. 5-3. Победа одержана, однако задуматься есть над чем. «Не было, это лучшая игра. Но мы выиграли, это главное. Будем разбирать, что не получилось, и будем работать дальше». У главкома Гомеля Андрея Сидоренко игра подопечных также оставила неоднозначные впечатления. «Мы сегодня хотели перед своим зрителем показать хоккей хороший. Но в нашем исполнении я бы мог разделить матч на две части. Это первые два периода, когда у нас ничего практически не получалось. Каждый хотел, каждый хотел, тянуло дело на себя. Не было командной игры, да, соперники и в зоне держал. И очень грубые ошибки были от защитников. То, что если мы хотим куда-то чего-то достигать, то нам надо перестраивать игру и, прежде всего, отношение опытных игроков к результату матча. Но хорошо то, что в третьем периоде мы перестроили немножко игру, и что застали соперника ошибиться». А вот у его коллеги Юрия Чуха, наоборот, претензий к игре команды не было. Его молодежь сумела дать серьезный бой более именитому сопернику. «Сегодня игра была зрелищная, понравилась, я думаю, зрителям. В принципе, у меня, к моим подопечным, претензий никаких нет. Они здорово играли сегодня, держали шайбу в зоне соперника, создали моменты». У Жлобинского «Металлурга» во втором туре предварительного этапа розыгрыша Кубка Салей соперник был куда серьезнее – Гродненский Неман. Столивару уступили 1-5. Уже завтра команды снова выйдут на лед. «Металлург» сыграет дома с солигорским «Шахтером», а «Гомель» отправится в гости к «Динамо» Молодечно. Если на хоккейные баталии изнуряющая жара никак не повлияла, то футболистам пришлось куда сложнее. Матчи 15-го тура чемпионата страны высшей лиги команды проводили при температуре воздуха за 30. Оба представителя нашего региона играли на выезде. Футбольный клуб «Гомель» наведался в гости к соседу по турнирной таблице Гродненскому Неману. Обе команды пытаются подняться как можно выше в табеле о рангах, тем самым обезопасив себя от возможности в следующем сезоне оказаться в первой лиге. В матчах чемпионата в составе «Зелено-белых» дебютировал защитник Егор Трояков. На поле 20-летний футболист провел все 90 минут. Впервые в стартовом составе «Гомельчан» в нынешнем чемпионате вышел голкипер Олег Ковалев. Правда, дебют не очень удался. Но уже на восьмой минуте его ворота распечатали. Павел Савицкий пробил безукоризненно. Спустя 10 минут он еще раз пробил по воротам «Гомельчан». Голкипер без особых проблем отвел угрозу. Первый опасный момент «Зелено-белые» организовали по истечении получаса игры. Алексей Теслюк не смог замкнуть острую передачу с левого фланга. Игроки Немана активно обостряли игру навесами в неприятельскую штрафную. У ворот гродненской команды активничал Геннадий Близнюк. Дважды он бил издалека, один раз вышел на рандеву с «Голкипером». Под занавес матча гомельчане заиграли быстрее в надежде сравнять счет. Однако чуть не пропустили сами. Уже в добавленное арбитром время игрок Немана пробил в штангу. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев. Мозырская Славия на выезде играла с солигорским «Шахтером». Хозяева крупно победили 6-1. В турнирной таблице Славия занимает 11-ю строчку, Гомель – 12-ю. Следующие матчи представители Гомельской области проведут на своих полях. Гомель в ближайшую пятницу будет принимать Батэ, а Славия в понедельник сыграет с Жодинским «Торпедо». В конце августа стартует национальный чемпионат по мини-футболу. В этом сезоне за звание лучшего будут бороться 4 клуба из Гомельской области. До первого стартового свистка остается менее трех недель. Время определиться с окончательным составом, залатать дыры в обороне и максимально настроиться на борьбу. В качестве тренировки два гомельских клуба ВРЗ и СМП-354 выбрали товарищескую встречу. Местом проведения спарринга стал спорткомплекс «Локомотив». Командам, которые в прошлом сезоне не так часто появлялись на этой площадке, надо бы к ней привыкнуть. В этом чемпионате «Локомотив» станет домашней ареной для трех представителей областного центра. Товарищеский матч – хороший повод бросить последний пристальный взгляд на соперников в преддверии сезона. Мы знали, что СМП будет играть за оборону, поэтому ставили основную задачу – это игра в атаке. Конечно, многое не получилось, но тем не менее моменты создавались. Еще одна немаловажная цель – это посмотреть на новичков. В своем последнем пополнении руководство ВРЗ предпочитает не распространяться. Говорят, пока не стоит подпись под контрактом, сорваться может все, что угодно. Осторожно прощупывают почву и в СМП. Перед этим сезоном их состав поменялся значительно. Новичков достаточно много. Хотели посмотреть, у нас приехал паренек из Украины и четыре ребята было в 1991 году. Мы их смотрели, в целом довольны остались. Матчи первого тура национального чемпионата пройдут с 28 по 30 августа. Жребий брошен. Соперники определены ВРЗ в первом туре сразиться с командой «Борисов-900». Соперник очень хороший, тренер, чемпион Украины. Привез двух игроков-легионеров с Украины, действующих игроков сборной Украины. Плюс, насколько я знаю, собираются вратаря привезти. Плюс команда становится на профессиональные рельсы. Этот соперник, который, я думаю, не только за восьмерку будет бороться, но даже и за тройку. Задача у клуба пока минимальная – войти в восьмерку, а дальше, говорят, покажет сезон. СМП надеется сохранить прописку в высшей лиге. Более конкретных целей никто из руководства клуба не ставит. Ни особого оптимизма начало сезона у главного тренера не вызывает. Как-то особенно готовиться к первому сопернику, витебскому Витену, команда не собирается. Положительных эмоций особо нет по игре. Но, в принципе, у нас молодая команда. В целом, выдержали план на игру, играли от обороны, ничего не выдергались. В принципе, более-менее довольны. Но, в эмоциональном плане, конечно, хотелось бы хотя бы что-то реализовать. Такие же тоскливые впечатления остались от товарищеской встречи с ВРЗ. Более мощные в атаке вагоностроители упорно не вылезали с половины соперника. Неожидаемо победили 2-0. Сила, красота и грация. Около 40 спортсменов возрастом от 11 до 18 лет приняли участие в первенстве Гомельской области по конному спорту среди юниоров. Соревнования проходили в Гомеле на базе областного центра Олимпийского резерва по конному спорту. Езду верхом можно назвать искусством. Не учится ему ни один год. Однако для того, чтобы добиться успеха в конном спорте, недостаточно уверенно чувствовать себя в седле. Нужно быть уверенным и в своей лошади. Секрет успеха в этих соревнованиях? В каких-то особых отношениях с лошадью или в твоем мастерстве? Доверие к лошади. Без доверия, мне кажется, ничего не будет. Областные соревнования – это своеобразное подведение итогов работы за год. На протяжении четырех дней лучшие спортсмены региона выявляли сильнейших в трех дисциплинах – выездка, конкур и троеборья. Переноса Гомельской области среди юниоров проходит у нас в конце, скажем так, учебного года. И по факту, в принципе, являются соревнованиями, которые подводят итог работы тренеров за учебный год. Соответственно, это соревнования, на которых наши учащиеся могут выполнить спортивные нормативы, выполнить разряды и приобрести определенный практический опыт. Конкур – это преодоление препятствий. Задача всадника и лошади – пройти маршрут, на котором установлены преграды. Их высота зависит от уровня подготовки спортсменов, оцениваются время прохождения и совершенные ошибки. Выездку еще называют танцем. Всадник должен продемонстрировать судьям свое умение в управлении лошадью, а также ее красоту и грацию. Еще один элемент соревновательной программы – троеборья. Троеборья – это, во-первых, манежная езда, где всадник демонстрирует, как он управляется с лошадью, получает баллы. Далее преодоление препятствий, конкурные соревнования, то есть препятствия разрушаются, набирают очки, тоже баллы получают. И полевые испытания. Полевые испытания или кросс – самый зрелищный элемент троеборья. Это преодоление препятствий на пересеченной местности. Причем барьеры, как говорят спортсмены, мертвые, то есть неподвижные. А потому цена ошибки велика. Троеборья – это кросс, наверное, самый сложный. А почему? Там мертвые препятствия. Если лошадь зацепится, то сразу со всадником падает. Во время соревнований тренеры оценили подготовленность гомерских спортсменов к республиканским соревнованиям. Кстати, все фавориты подтвердили свой высокий класс. Кандидаты на участие в Олимпийских днях молодежи по конкуру на этих соревнованиях показали, что они вполне готовы для выступления на республиканских соревнованиях. Это наши спортсменки Лискацевич Настя, Елизавета Маршалова и Ольга Щуко. Они, выступая во всех видах программы по конкуру, были в призовых местах. Также порадовали воспитанники отделения выездки, тоже показали довольно высокий уровень подготовки. По итогам соревнований в конкуре Ольга Щуко дважды поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. На маршрутах с высотой препятствий 110 и 130 сантиметров. На маршруте с метровыми барьерами первенствовала Мария Муравьёва. Выездки равных не было Анастасии Романюк. На её счету три первых места. В Троеборье победила Юлия Чернецова. И на сегодня о спорте всё. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова